Так, некоторые меня просили показать свою мастерскую. Вот я сейчас выполняю просьбы, сейчас есть время, так что можно посмотреть. Мастерская, конечно, очень-очень маленькая, но, к сожалению, большего нету. Было, но, как говорится, всё прошло. Теперь вот в такой небольшой мастерской приходится работать. Поэтому, в общем-то, места фактически тут уже очень-очень мало. Но так, вроде, сама по себе мастерская достаточно удобная. Клип можно сделать, небольшого размера работы, но можно сделать. А это вот наш хранитель мастерской. А так как сейчас на само сидим, не выходим никуда, приходится вот ещё и здесь спортом заниматься. Ничего не поделаешь. Кстати, очень хорошая штучка для кинопроектора. Ему очень хорошо использовать для эскиза. Сфотографируешь свой эскизик, его направляешь и, в общем-то, как увеличитель его используется. Очень хорошая вещь, достаточно удобная в работе. Вот, так вы видите, фактически вмещается только один мольберт во всей этой деве. И небольшой стол. Вот, все мои, значит, шкаф с книжками. Вот моя музыка. Так, небольшая книжная полка с книжками. Так что, в общем, краски, 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 кисти, подрамники. Ну, как должно быть, вот там колоночка. Вот, так что, вот, полка тоже с картинами. Ну, в общем, фактически вот такое маленькое. И диванчик, на всякий случай, всегда пригодится. И рабочий стол, чтобы делать графику. Ну, в общем-то, в принципе, всё. Больше здесь, в общем-то, фактически показывать нечего. Ну, не считая там нескольких моих работ. Вот, так что, в общем, я пока заканчиваю нашу эту экскурсию по моей мастерской. Большего, в принципе, наверное, показывать нечего. Так что, вот видите, всё очень-очень компактно. Мало, и вмещаясь только я, мольберт, диванчик и немножко музыки.